Слава Украине! Привет всем от Полонского! На Россию уже вовсю пошли рассуждения о жизни после Путина. Да, никто с царя ни в грош уже не ставит и в открытую рассуждает, что будет после того, как субъекта или объекта укандропупят. Или он уйдет от власти, или я... Я не знаю, как это по-другому назвать. Так вот, тот же самый агент Гиркин-Стрелко, вот мы сейчас разместили его очередной опус на телеграм-канале, ссылочка к обычному описанию данного ролика, в открытую рассуждает о жизни после Путина, о том, как уже в настоящий момент олигархические группы сцепились за власть деля шкуры неубитого этого гамадрила, или попу неубитого гамадрила, что больше, как говорится, похоже на правду. Но дело не в попе Путина, хоть она и резиновая, а в том, почему себе такое позволяет говорить Гиркин, и почему Гиркин говорит о том, что Путина, вполне возможно, ожидает судьба Каддафи с кое-каким предметом, как он выразился, засунутым ему в определенное место. С последующим заплевыванием со стороны шизоидных бабок из отрядов Путина, сидящих вот это у подъезда сейчас, и восторгающихся Путиным. Ну, по поводу того, что его будут заплевывать собственные бабки, которые сейчас его обожают, обожают, это я даже не сомневаюсь. Тут, конечно, Гиркин 100% прав. Дело в том, что электорат Путина довольно примитивен, и из своих мыслей у них только выключатель от телевизора, переключатель канала, все, больше ничего. Все остальное, головной мозг полностью заменяет телевизор. Поэтому, ну, если им сегодня говорят, что Путин царь и бог, они послушно квакают, идут на улицу и говорят, что Путин царь и бог. Завтра вместо Путина придет там Бастюркин, или там Патрушев, или там Гиркин, или еще какая сволочь, и скажет им, все, Путин плохой. Ату его. Вот как было с Хрущевым, как было со Сталиным и так далее. Вчера еще восторгались, а сегодня его заплюют. Причем, знаете, те, кто восторгался сильнее всего, те будут сильнее всего заплевать. Это известно. Поэтому бабки переменят свое мнение в течение двух телепередач со стороны того, кто заменит Соловьева, отправленного в ГУЛАГ на ближайшие лет 20. Кстати, да, большой привет Соловьеву. Последние годы своей жизни он проведет очень хреново, увидите. Да, так вот, по поводу того, почему Гиркин себе позволяет так говорить. Вот тут две причины. Первая причина, что действительно на России уже никто не рассматривает серьезный вариант того, что Путин долго останется у власти. И действительно, олигархические круги, представляющие других потенциальных кандидатов на освободившееся место с царя, уже, как говорится, уже готовят своего кандидата или же подыскивают его и, собственно говоря, мало уже обращают внимания на бывшего верховного павиана. Он уже никому не интересен. Он вообще отыгранная карта, понимаете. Путин не рукопожат в мире. Путин в мире, во всем мире является фашистом. Путин является аналогом Гитлера. Соответственно, страна, которую ведет за собой Гитлер новый, у нее нет перспектив. Те, у кого есть мозги, а у олигархи, это же, поймите правильно, олигархи, это не путинские сумасшедшие бабки, плющие беззубыми ртами семечки возле подъезда и выкрикивающие на сегодняшний день Осанну Путину. Не, там очень умные люди. Они понимают, что вот с таким вот чучелом у власти дальнейшая жизнь для этой страны невозможна, она закончится развалом. Поэтому, естественно, они его будут тем или иным образом то ли смещать, то ли вообще устранять, то ли просто отстранять от власти, не знаю. И тут, конечно, еще один момент. То, что Гиркин позволяет себе в эфире, набрав полный рот слюней, плюнуть в слабеющего Гамадрила, уже говорит о том, что его никто в грош не ставит. Ну, как Гиркина, так и Гамадрила. И, собственно говоря, власть шатается. Это у нас можно или в Америке можно на президента говорить все, что угодно. Абсолютно. Говорит, что хочешь. И что тебе кто сделает? Никто тебе ничего не сделает. А на России там ситуация другая. Страна диктаторская. Попробовали бы вы на Брежневе сказать что-то при Брежневе. Ну, на кухне. Там, конечно, про дорогого Леонида Ильича рассказывали анекдотики. Но на улице можно было загреметь в психушку. При Сталине однозначно гулаг, однозначно расстрел. При Хрущеве психушка. То есть, вот, ну, тюрьма однозначно. И когда люди уже не боятся и говорят о Путине в прошедшем времени, это говорит о том, что, собственно говоря, с диктатором все. В него больше никто не верит. Его больше не боятся. И все его вот эти вот потуги, они довольно смешные и анекдотичны. Так что, Гиркин высказывает очень, скажем так, популярную среди олигархов и тех, у кого на России остались еще мозги и мысли о том, что Путина скоро не будет в той или иной степени. А что и как будет после Путина? Ну, сцепятся олигархи одни, другие, третий. Те поддерживают этого, те поддерживают этого. Соответственно, если они не найдут общий язык между собой, ну, соответственно, между ними начнутся какие-то боевые действия. Плюс к этому еще и начнутся боевые действия между теми, кто хочет отделиться от обанкротившейся России, а вообще от этой идиотской идеи российской, фашистской, и тех, кто захочет вот эту огромную держиморду оставить. Ну, и там будет очень интересно, поверьте мне. Все очень просто, это так не кончится. И даже тот же самый Гиркин, который озвучивает, я не знаю, чьи он там теории озвучит, понятно, что он не сам по себе, что у него очень большая крыша, в противном случае его бы размазали по асфальту, как жука навозного. А так никто же не мажет. Ну, соответственно, его кто-то поддерживает. И сам Гиркин слабо соображает и слабо понимает, что будет после Путина. Он только знает, что это случится, случится довольно скоро. Но вот что произойдет, он не знает. И пока что никто не знает. Слава Украине! Слава Украине!